так ребята всем здрасте здравствуйте сегодня у нас 9 мая день победы кто сегодня аппарат смотрел не смотрели 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 а что тебе больше всего на параде понравилось автомобили какие а вот эти кто парад принимал а я думал те которые на параде шли а я не смотрел кто мне расскажут там студобекеры были что это а ты не знаешь что такое студобекер нет не знаю трехосная машина но впереди два колеса и под кузовом еще две пары колес вот это американские машины за бекер их поставили во время войны по моему 16000 вот из них 8000 автомобилей приехали на кораблях в иран по морю там в порту их выгружали они были в таких ящиках в разобранном виде и они такая у них была конструкция что из ящика достать и машину собрать или на ней уже можно ехать нужно всего 8 часов вот там их собирали потом на кораблях приходили различные другие грузы которые шли тоже советский союз запасные часы к самолетам там и много чего еще и продукты шли вот эти продукты из кораблей перегружали в эти студобекеры и потом 7000 километров ну там это всего 7 а так вообще-то до границы с СССР там было две с чем-то тысячи вот они ведь все эти грузы везли в СССР по пустыне там везли в общем тяжелейшая дорога вот что такое студобекер и потом на них стали когда пришли первые студобекеры то на них ставили вот эти вот знаменитые катюши ракетные остановки вот это был такой самый надежный автомобиль войны ну еще у них были джипы джип это такой четырехместный такой для начальства армейского для командира вот он ничем не защищенный обыкновенная машина зато у нее все четыре ведущие и она по грязи очень хорошо влажала ну и была очень проста в устройстве и ремонтировали хорошие вот так что вот и с тех пор вот здравствуйте джип это самое интересное это кто нам сейчас Диана сказала здравствуйте да Диана нет Катерина Катерина да к нам сейчас присоединилась а я студобекер слово знала только как профан из книжек Ильфа и Петрова а да я думала что более поздней истории нашей не имеет отношения Ого вы даете ну что вы да позорище да вот да студобекер помог нам очень во время войны вот ну еще я могу такую историю сказать что часть самолетов тоже шла через Иран вот но часть самолетов шла через Аляску это совершенно фантастическая история потому что ну тогдашние самолеты военные самолеты а там шли и бомбардировщики и страдители и всякие самолеты шли вот чтобы там долететь куда-нибудь до железной дороги хотя бы нужно было там ну эти самолеты не могли очень много пролетать они пролетали порядка 400 километров потом они должны были садиться где-то дозаправляться горючим и снова лететь дальше вот и соответственно там места-то очень неприветливые там тундра потом началась зима и вот в эту зимнюю погоду летели значит все это делали русские летчики американцы только догоняли до Аляске вот а там прилетали наши летчики летели через Берингов пролив на Чукотку и чтобы добраться до Красноверска нужно было по-моему 8 перелетов делать а теперь представьте себе что во все эти необитаемые места нужно было завести горючее чтобы заправлять эти самолеты в общем там такая история совершенно патистическая намного более героическая чем на самой войне вот там погибло очень много летчиков и так далее и так далее и представить себе что сейчас такой самолет полетит вот этим маршрутом это просто ужас вот такие истории истории ну ладно это все военная тема так у нас новенькие есть алло ребята кто новенький так тишина Екатерина и Сэм у нас новая так отзовитесь новенькие ку-ку и я так тебя как зовут Аки ты где живет когда в Краснодаре а до этого в Тюмени и еще позже в Катаре это на юге почти в пустыне там ненадолго было на год вообще ну а сейчас где живешь я не понял был звук не очень в Краснодаре а в Краснодаре а понятно в Краснодаре ну это Россия ну ты знаешь какие у нас тут порядки нет? нет так а кто может рассказать что мы тут делаем расскажите да я тебя видим да я тебя видим алло народ Тимофей рассказывает ну хорошо только сделай чтоб тебя видно было ты вне камеры да пожалуйста я все вот так ага спасибо ну мы готовим сообщения и потом сюда приходим и рассказываем их сообщения ну ладно тогда прямо сразу давай расскажи что вы сегодня с Александром будете рассказывать ну и мы Саша первый Саша первый Саша так и зачем человек приручил собаку собака это первое животное которое приручил ее домашний человек по версии ученых собака была одомашненная 10-14 тысяч лет назад во времена неолит многие считают что собаки произошли от волков но последние исследования говорят о том что волки и собаки происходят от одного общего предка собака была одумашненная раньше чем возникло земли когда люди еще вели кочевой образ жизни но что заставило человека по-новому взглянуть на опасного соседа зачем он стал намеренно приручать и делить с ними пропитание во первых у всех волчьих отличный нюх и звуковой сигнал которым они предупреждают родителей об опасности они всегда учуют сужака и замедлят об этом громко заявить и человек понял что они лучше в сторону чем люди во вторых собаку приручили не только под качество сторожа ну и чтобы она помогала в уходе вероятно люди одумашнивали собак разными способами сначала стаи селились близко к жилищам людей они жили рядом и не прогоняли друг друга люди наблюдали за тем как собаки охотятся и учились у них очень странно потом человек отлавливал щенков для забавы детям таким образом их приручая понадобилось много поколений детских животных и не одна сотня лет чтобы собак осталось дома ученые предполагают что домашний мир шло параллельно на разных территориях и в Европе и Америке и Африке и возможно у разных собак были разные предки койоты шакалы и тому подобное возможно из-за этого произошло такое самообразие по роду собак вот спасибо за внимание ну здорово так кого что удивило ребята расскажите я ничего ничего не так и вообще никого ничего не меня например удивило то что так давно 14 тысяч лет это получается что еще за того времени как был всемирный потоп вот то есть это очень-очень давно вот и тогда вообще людей на земле было довольно мало странно как они смогли а насчет одомашнего волков это очень странно тогда людей ну по моим сведениям на земле жило совсем мало людей 14 тысяч лет назад да вот это меня удивило что так давно что они еще кочевой образ жизни не верили да не оседлый ну да но удивило то что они направлено я думаю что это скорее всего происходило случайно это наиболее мне кажется такой приемлемый вариант что ну просто там пробрали где-нибудь каких-нибудь детенышей но щенков вот и они стали дома шить и ну приручились и все вот ну а то что конечно в разных местах это происходило тоже вероятно да вот так кто-то там что-то хочет сказать я не вот пойму там все Андрей Андрей что ли да или это Арсений кто там написал Арсений это наверное Арсений да нет 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 ничего а то ты там рукой размахиваешь я думал ты что-то говоришь так ну хорошо спасибо Саша спасибо тема очень была интересная вот ну правда немножко хотелось бы узнать побольше как они Саша а как ты думаешь а сегодня волков одомашнивают Саша ну не знаю я этого не видел как их одомашнивают а современные ученые пытались провести эксперимент по одомашниванию волков у них как-то не особо получилось они приручались к человеку агрессии особо не испытывали но все равно не становились домашними поэтому ученые думают что собаки скорее пришли от всяких койотов чем от волков ух ты как интересно Екатерина поняла руку Катя что пожалуйста скажи а я сказать хочу вот этих вот волков про одомашнивание я вот видео слушала недавно и там говорилось про то что собаку с кем-то скрестили и там получилась порода похожая на волка очень сильно внешне и как бы с собакой с хвостом есть и она обучена как бы приолчена нормально все интересная гипотеза а ты не запомнил с кем скрестили то ли с овчаркой то ли с хаски и маламутом я точно не понимаю ну это интересная гипотеза получается что у людей уже были прирученные собаки правда получается так ну да но я думаю что и сегодня можно сделать волков с кем-нибудь скрести ну понятно хорошо так ну что все передаем слово Тимофею Тимофею пожалуйста так 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 и мы много раз видели на картах и глобусах современные континенты и сегодня я хочу рассказать о них и всегда ли они были такими как сейчас для начала давайте разберемся материк и континент одно и то же часто мы эти слова употребляем как синонии географы географы же их синонимами не считают материк это крупный участок суши а континент это материк вместе со своим подгонным продолжением да да у него есть подгонное продолжение но об этом позже а на подгонной части материка могут находиться острова которые тоже входят в состав континента ух ты как интересно я не знал сейчас про земную кору есть три типа земной коры земная кора это каменная оболочка земли океанская кора континентальная кора и переходная переходная океанская кора слагает дно морей и океанов имеет небольшую мощность 5-10 километров они лежат осадочного слоя который состоит из песков глин и кремнистых силов и базальтового слоя который состоит из базальта континентальная кора толще и до 70 км она также состоит из осадочного слоя базальтово но между ними еще появляется гранитный слой который складывается гранитыми гнейцами кристаллическими сландами Кора перехванного типа – это полуокеаническая, полуконтинентальная. Таким образом, океанской земной коре соответствуют океаны, а континентальной коре соответствуют крупные участки суши, которые называются материками. Краницы между сушей и океаном могут меняться, и так это и происходит, например, при повышении уровня воды или воздымании суши. При этом береговая линия перемещается, и эти перемещения могут быть очень большими, но состав коры остается тем же. Строение земной коры определяет наличие материка или океана в той или иной местности. То есть, если присутствует осадочный базальтовый слой, то значит это океан, а если осадочный гранитный базальтовый, то континент. То есть, у материка может быть та часть, которая над водой – это суша, и та часть, которая находится под водой. И она является подводным продолжением материка. Это подводное продолжение состоит обычно из шельфа материкового склона и материкового подножия. В современном мире есть шесть материков. Это Евразия, ее площадь – 53 миллиона квадратных километров, она самая большая. Дальше по размеру идет Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Самая маленькая, ее площадь составляет 8 миллионов квадратных километров. В основе каждого материка лежит устойчивая территория, древняя платформа, ее окружают подвижные пояса сквачатые горные сооружения. Например, североамериканская платформа, ее с запада окружают кордильеры с востока Апалачи. Или африканская платформа, с севера находится в горе Атлас, с юга – драконовые горы Екапский. И сейчас заодно решим вопрос, а чем крупные острова отличаются от материков? Гренландия, например, по размерам почти равна Австралии, но она не выделяется как отдельный материк. Потому что структура ее является продолжением Северной Америки. Это та же самая североамериканская платформа, только Гренландия отделена от нее проливами. Есть один материк, который сильно отличается от других. Это Евразия. Дело в том, что у всех материков, кроме нее, в основе лежит она платформа. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. А Евразия состоит из аж шести платформ, которые спаяны между собой складчатыми поясами. Поэтому Евразия самая большая по площади, ведь фактически это шесть склеенных материков. Она состоит из Восточноевропейской, Русской платформы, Сибирской платформы, Таринской платформы, Китайской платформы, Индостанской платформы и Аравийской платформы. И поэтому ее называют Суперматериком. Она очень сложно устроена, природа ее очень сложная. Каждый материк имеет определенные особенности своего строения. Но в материках есть ничто общее. Это, во-первых, наличие в центральной части материка равнинных территорий. А по экранам горных территорий, потому что в этих местах плиты сталкиваются с другими плитами. А еще одной особенностью является кленовинная форма материков, которая обращена на юг. Северные части материков по площади больше, чем южные. Вот такие сейчас перо. Поэтому, ну и потому что в северном полушарии находится Евразия, там больше суши в северном полушарии. И климат там более континентальный, чем в южном полушарии. А когда-то почти все материки находились в южном полушарии. И теперь непосредственно переходим к истории. Изначально на земле не было суши. Потом стали появляться континенты. Сначала был один материк, Колумбия. Потом он распался, превратился в континент Родиния. Название произошло от русского слова «Родина». Проходили всякие расколы, соединения. И, наконец, появился суперконтинент Пангея. Пангея. Вот так, дальше я покажу. Пусть сохранить. Видео. Вот у нас Пангея. Арсений поднял руку. Ты хочешь что-то сказать? По-моему, распался материк, когда упал метеорит. Когда еще держал. Сейчас посмотрим, что нам расскажут. А, вот, Григорий, вы мне еще задавали вопрос, почему они двигаются. Я как раз жду, когда ты закончишь, чтобы снова спросить это. Вот у нас континент Пангея. Размером со все существующие ныне материки. И вот тут океан Тетис. Единственный на то время океан. Ой, все. 228 миллионов лет назад. Примерно в это время от Пангеи отделяется северная часть. И она становится континентом под названием Лавразия. А южная часть становится континентом под названием Ган-2. Лавразия распалась на Северную Америку, Европу и Азию, если так можно сказать. Вот. Ган-2 распалась на Южную Америку, Африку, которую уже приняли практически современные очертания, Индию и вот этот южный материк. Этот клочок земли – это Индия. И сейчас она стремительно приближается к Евразии. Ну, не сейчас, а 60 миллионов лет назад. И, наконец, в нее врезается. И в результате образуется... И еще Европа врезается в Азию. Образуются Уральские горы. А при столкновении Индии с Азией появляются Гималайи, которые сейчас самые высокие горы. А южный материк распался на Антарктиду и Австралии. А почему они двигаются? Плиты витосферные двигаются из-за циркуляции магмы внутри Земли. В центре находится магма с более высокой температурой. И поэтому она поднимается вверх. А снаружи, ну, вверху, находится магма вверху температуры. И она опускается вниз, потому что она тяжелее. Да. И потом та нагревается, и они так кругом ходят, и материки двигаются. Ну и похоже на то, что кругом ходят, как попало. Да? Ну, то есть, то континенты двигались на юг, то потом еще куда-то двигались. То есть в разные стороны они двигаются, правильно? Да. В разные стороны. Туда-сюда, туда-сюда. И сейчас продолжают двигаться со скоростью примерно один сантиметр в год. 11 сантиметр в год. Ну, здорово, классно. Спасибо, спасибо, Тимофей. Так, ребята, что вас убивило? Алло. А если к континенту мотор приделать, можно в Америку уплыть, нет? Все окей, как думаете? Не-е-е. Не я? Сильный нано-мотор, вода. Ну, где вы его возьмете? Вообще, на нем путь. Ну да. А, значит, движение масло. А я-то думал, что это Луна виновата. А можно? Да, Арсений, что ты хочешь сказать? Скажи. Если накопить много моторов, то можно взять мотор. А, просто нацепить в разных местах, да? Да, надо запокупать, и будет вам мотор гигантский. Ну, предположим, мы взяли кучу моторов, или один гигантский мотор. И куда мы его ставим, чтобы он был в континенте? Ну, где-то в конец, где Камчат. Там, где кончается эта сфера, ну, земная кора, и начинается магма. Так магма, она не жидкая вообще. Снаружи температура слишком низкая, чтобы магма стала жидкой, и поэтому она твердая. А внутри слишком сильное давление, и поэтому магма там тоже твердая. И почему? Нет, а мотор можно прицепить под воду, и у тебя Камчатка гейстерная. Можно туда прицепить. Еще подумать, как его должен прицепить. Нет, у меня другое предложение. Ну, а потому что у мотора должен быть винт, а если винт сунуть в океан, то толку не будет. Мне кажется, а в воду... Вот, хорошо очень упираться в воздух. Как думаешь, Арсений, а в воздух можно? Ну, воздух, моторы, самолетики, и так далее. Ну, получится такие, как аэросани, примерно. А вот еще водяные турбомоторы под кору подделки в дырке. Тогда он летит. Так, у меня вопрос к Тимофею. Тимофея, вот если взять обычный такой настольный глобус, ну, вот величиной, как голова человека, вот так вот. Скажи, пожалуйста, ну, это такой вот глобус, это значит, 30 сантиметров в диаметре. Скажи, пожалуйста, на этом глобусе какой толщины будет земная кора, примерно, миллиметров? В миллиметрах, ну, она будет очень тонкая. Если она 30. Ну, если максимальная толщина земной коры континентальной, 70 километров, а глубина земли, ну, ну, то есть не глубина, а диаметр, радиус. Радиус сколько? Примерно, сколько сейчас? Кто знает, какой радиус? Сейчас делим, делим. Это надо наизусть знать, это же дом, где мы живем, и что? Так, наверное, где-то, не как слой краски, чуть потолще. Ну, может... Ну, да, правильно. То есть это будет такая толстая пленка, типа полиэтиленовая, только толстая пленка. Вот. То есть получается, что относительно самого земного шара, континент, это нюзенькая-то нюзенькая пленочка. Вот. Которая, так сказать, стукнет чем-нибудь, и она сразу же, у нее дырка будет, правда? Вот. Ну, да. Ну, классно, мне очень понравилось рассказывать, и ты на все вопросы отвечаешь. Очень здорово. Понятно. Но меня так вот смущает, как эту всю историю ученые расшифровали. И часто следов-то не осталось, как они плавали, эти кандиды. Почему остались? Ну, например, можно понять по очертаниям Южной Америки и Африки. Их практически можно сложить. Ну, они очень так... Как пазл. Складываются, и можно сделать вывод, что они отделились друг от друга. Ну, это как-то очень... Такое... Какое-то не очень убедительное. Вот. Ну, может, это совпадение. Вот. Ну, еще меня, конечно, удивило, то, что не было никакой воды. А, нет, суши не было, да? Суши не было. Я правильно понял? Суши не было? Да, ну, в какой-то определенный момент, в какое-то время не было суши. Только вода была, да? Угу. Вообще интересно. Ну, да. Хорошо. Если я правильно помню, то до возникновения воды вообще газовое облако, да, Тимофей? Сначала газовое облако, потом раскаленный шар, а потом водяная. Ну, шар просто сверху покрытый водой. Ага. И все это очень потрясающе, конечно. Потрясающе. Ну, еще надо обратить внимание, что там нам Тимофей говорил о том, что 220 с кем-то там миллионов лет тому назад. До нашей эры. До нашей эры. Не, ну, это понятно. Ну, да, тут эти 2000 лет, как бы, погрешность уже. Нет, 220 миллионов по вообще свидетельствам различных людей, которые изучают происхождение человека, что какие-то такие первые, что-то похожее на человека на Земле появилось три раза после этого. То есть 66 миллионов. То есть когда континенты двигались, никаких людей вообще не было исполнено. Только в 66 миллионов лет появились там первые какие-то человека подобные. Ну, а такие более-менее похожие у нас. Это вообще, можно сказать, даже не вчера, а час назад появились. 40 тысяч лет назад. Всего на всего 40 тысяч лет. Ничего. Так, ну что, больше рассказов нет? Все остальные празднуют праздник. Ну что, тогда на сегодня заканчиваем, ребята. Раз рассказов нет. Так, Тимофей, я тебя его просит. Вы там продолжаете заниматься, Захаром, да, вдвоем? Да, продолжаем. Вот. Ну, вы бы как-то немножко маленькие, коротенькие бы видео делали и публиковали бы их в нашем Телеграм-группе. Вот это так дело. У вас, кто из вас монтажом занимается? Монтажом? Конференция Захара, он делает записи, потом монтажирует. Ага. Только не монтажирует, а, говорят, монтирует. Ну, да, монтирует. Ага, значит, Захар вот такой он делает, да? А ты сам не хочешь научиться монтажировать? Я умею, но только записи у него. Ага. Ну, записи сегодня, перекинуть, это дело такое, честно. Тем более, что можно записывать в облако. А из облака каждый может взять. Ну ладно, хорошо. Надо, конечно, других ребят к вам присоединять, чтобы вам было веселее. Хочешь чему-то еще научиться? Чему-нибудь такого, чтобы тебя не учат в школе? Алло. Ну, мы хотели Сашу найти. А, для Саши партнера найти, да? Угу. Ребята, давайте подумайте, у кого есть партнер для Саши, для взаимного обучения. Значит, ну, примерно, можно сказать, 7, можно 8 лет, да? Правильно я говорю? Да. Вот, потому что, можно и 6, наверное. Тогда Саша будет у нас главным учиться. Ну, Саша пока что и ничему учить, наверное, не может. Ну, вот, смотри, тут тоже надо вам подумать над тем, а в самом деле, может или нет. Я так вот думаю, что может чему-то обязательно. Он умеет что-то делать. Такое, что может другого человека научить. Математики, например. Да. Математика, например, правильно, Арсений, да? Геометрия. О, даже он геометрию знает? Да, ну, я его учил немного. Начальные геометрические среди. Да. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, Тимофей, окружность это что такое? Тимофей, алло. Что? Я не расслышал. Окружность это что такое? Окружность? Ну, окружность это такая, это такой кругляшок. Ну, куча точек, которые отдалены от центра окружности на одинаковое расстояние. О, хорошо. То есть это линия, правда? Ну, да. Да, такая линия. Причем все эти точки лежат на одной плоскости, правда? Да. Это очень важно. Иначе, если они не на одной плоскости, то это не окружность, да? Хорошо. А что такое круг? Округ? Округ? Округ, это такая... Это тоже кругляшок. Да. Ну, ладно, я не буду. Земля имеет форму Эписа. Кто имеет форму? Земля форма Элипса? Эписа. Элипса. 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 Да. Это правда, да. А скажи, пожалуйста, в какую сторону Земля больше, а в какую меньше? Не знаешь? Ну, Элип же он не круглый, правда? У него в одну сторону он побольше, а в другую поменьше, правда? Ну, он вправо поменьше, а в другую поменьше. Не... Так не может быть. И влево, и вправо один размер, а вверх и вниз другой размер. Понимаешь? Полюсов притрышнуто. Да. От полюса до полюса меньше, чем по экватору, правда? Вот. Ну, там настолько мало, что это только очень теоретически. То есть, если на глобусе это изготовить, то человеческий глаз этот даже не заметит. Вот. На обык, наверное, в глобусе 20 или 30 сантиметров этого не будет видно. Потому что настолько маленькая раль. Она в доле миллиметра. Там примерно, я сейчас скажу, сколько. Меньше, чем одна десятая миллиметра. Вот. Какая разница в диаметрах. Всего-навсего. Как ученые это измерили, это вообще для меня фантастика. Что-то бы интересно было. Вот. Ну, а то, что измерили радио Земли, древние какие-то математики, в этом, в Египте. Вот это я узнал в большом удивлении. И довольно точно измерили. А ты знаешь, смотри, как измерили? Кто, какие именно? Ну, и египетские ученые измерили радио Земли. А по-моему, греческие? Нет, египетские. Египетские. Египетские, да. Но главное, это интересно, не важно кто, важно как. Знаешь? Как они это сделали? Как измерить вообще радио нашего веного шара? Ну, я, конечно, не знаю. Линейкой они померили, что-то. Они не линейкой мерили, а брали расстояние от пункта населенного до другого пункта. И когда, в общем, что-то было связано с Солнцем, они рассчитывали. Правильно мыслив что-то. Ты правильно где-то слышал об этом. Ну, ладно. Ну, может, поинтересовать, и потом нам расскажешь, ладно? Так, ребята, хорошо. Всем спасибо, что пришли в праздник. Продолжайте, пожалуйста, праздновать. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.